Почему я не римокатолик? Есть определенные учения католицизма, которые я отвергаю более радикально, и я нахожу меньше этих определенных учений в православии. Но православие говорит в официальном провозглашении веры, что они основывают свою веру на Библии и на священной традиции церкви, священной апостольской традиции, которая, как они верят, передавалась веками. А мое понимание заключается в том, что мы должны основывать свою веру на Писании и только на Писании. Вот что сказал Иисус, общаясь с некоторыми религиозными лидерами своего времени, в 7 главе Евангелия от Марка. Он сказал следующее, в 8 и 9 стихах. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого». И он сказал им, «Вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание». Вот что я в конечном счете делаю. Я прежде всего говорю, окей, чьей традиции мы следуем? Римакатолическая церковь утверждает, что она является истинной церковью. Православная церковь утверждает, что она является истинной церковью. Я встречал и другие группы, которые говорят, «Нет, мы истинная церковь, и у всех у них конкурирующие традиции». Что мне нужно сделать в этом случае, так это вернуться к Писанию, правильно? Именно с этого мне нужно начать. Вы скажете, люди по-разному интерпретируют Библию, но, по крайней мере, мы соглашаемся, что это священная истина. В противном случае, чьей традициям не следовать? У этих лучшие аргументы в пользу своей аутентичности. Вы можете спорить об этом по кругу бесконечно, и вы не решите этот вопрос, пока не вернется Господь. Но мы можем согласиться с тем, что говорит Библия. Вот мой первый пункт. Я скажу, что я не могу прислушаться к той или иной традиции, ко всем этим традициям, которые противоречивают друг другу в различных вопросах. Мне нужно смотреть на то, что говорит Писание, потому что мы верим, что это основа. Это пункт номер один. Номер два. Я буду проверять традицию на основании Писания. И если я вижу, что традиции отклоняются от Писания, тогда я должен отвергнуть эти традиции. И если какая-то группа говорит, нет-нет, эти традиции богодухновенны, тогда мне нужно отвергнуть богодухновенность этих традиций. Итак, причина, по которой я не православный, та же, почему я не римокатолик. Это потому что я не верю, что церковная традиция так же богодухновенна, канонична и основополагающа, как Писание. Потому я отвергаю эти традиции, которые утверждают о своем авторитете.